Антон очень серьезный человек, к чему мнению я прислушиваюсь всегда, но у меня есть небольшой свой нюанс восприятия этой темы. Я думаю и уверен, что да, действительно, авторское кино это для России тот сегмент, который у нас никто не отберет. Потому что у нас были, есть и будут умные авторы, умные режиссеры, талантливые артисты. И дай бог, всегда найдутся деньги для того, чтобы такое кино снимать, потому что это деньги небольшие. Иногда авторское кино делается не какими-то компаниями, а за счет денег частных. И действительно, это тот сегмент, в котором нет таких глобальных гигантских финансовых рисков, как в кино коммерческом. Но, если говорить глобально про российское кино, то, наверное, не сегментом авторского кино оно живо. И не в этом сегменте заложен наибольший потенциал роста. Все-таки там, где наибольшая аудитория, там и потенциал этот скрыт. То, что российское кино в России, к сожалению, не пользуется большим авторитетом, это заслуга самых разных, даже не людей, а разных обстоятельств. Частью из которых были 90-е, когда была разрушена индустрия. Частью из которых являются кинопроизводители и прошлых дней, и сегодняшних дней, которые относятся к кино как к ремеслу. И не очень его любя, стремясь заработать на этом деньги, делают тот продукт, который зрителя не убеждает. Или наоборот разочаровывает и отталкивает от того, чтобы в следующий раз повторить поход на российское кино. Но, я просто точно должен сказать, что вот сейчас у меня это ощущение уже оформилось в какую-то почти уверенность. Что в коммерческом сегменте сформировался пул продюсеров, в первую очередь, ну и режиссеров, которые готовы, раньше делая, например, авторское кино, сейчас приходить готовы в коммерческий сегмент и делать хорошие прокатные картины. И успешные, большие картины последних лет, я вот аж со Сталинграда бы начал, и «Легенда», и «Экипаж». И из последних это, безусловно, «Дуэлянт», просто великолепная картина, которая сочетает в себе все положительные качества кино авторского. Это, так сказать, прямо вот авторский фильм, но ровно так, как вот я, так сказать, обожаю, когда в Голливуде появляются такие бриллиантики, крайне редко, когда авторское кино выходит в формате действительно большого прокатного фильма и собирает гигантскую аудиторию. С аудиторией у нас сложнее все, потому что вообще сложные жанры, а там действительно такая историческая драма, нуарная, невероятно атмосферная, невероятно красивая. Значит, они, ну, наверное, для восприятия совсем массового зрителя тяжелы, хотя я тоже не верю в это. В общем, мне кажется, что, если говорить, закончить эту мысль конкретно про «Дуэлянта», то вот его результаты в прокате, они не совсем все-таки объективны и не имеют отношения к фильму напрямую, так сказать, и к его продвижению даже. Имеют они все-таки отношение к тому, что зритель не сильно, так сказать, российский, не очень, не настолько, как хотелось бы, доверяет российскому кинопроизводителю. Вот мне кажется, в этом беда. То есть фильм, как российский, решили не смотреть. Ладно, не пойдем. Может быть, конечно, это все-таки действительно жанр, действительно привязка к какой-то исторической именно костюмированной драме. Может быть, это тоже сыграло свою роль. Но удивительно обидно. Так вот, вчерашнее впечатление эмоции премьера фильма «Ледокол». Ну, прекраснейшее просто кино, жанровое, так сказать, а вот в коммерческом сегменте именно жанровым кино, так сказать, ну, как бы и достигаются какие-то основные результаты. Это вот в прокате основной как раз-таки объем денег, жанровые фильмы. Это прекрасный экшен, при том, ну, настолько вообще напряженный и профессионально сделанный, и драматически выверенный. И во всем диапазоне эмоций, заставляющих зрителя, так сказать, просто со стопроцентным вовлечением просидеть два часа. Великолепное просто кино, просто прекрасное. Очень надеюсь, что у него, кстати, будет хорошая прокатная судьба, и будут хорошие сборы. Ну, в общем, вот, учитывая, что вот такая последовательность фильмов за последние годы появилась, такой набор действительно крутых картин, серьезных, очень больших, мне кажется, что можно говорить про то, что и коммерческое российское кино тоже потихонечку растет, поднимается с колен. При этом, конечно, фоном идет, так сказать, такой вот слабенький пласт средненьких картин, которые действительно не вызывают у зрителя доверия. Но делаются они, безусловно, с полной отдачей. Я не верю в то, что, так сказать, есть люди, которые прям совсем наплевать. Ну, все же по-своему, как каждый по-своему делает, там, картину старается. Ну, просто это вот, может быть, не совсем те люди иногда, так сказать, которым надо было бы стараться. Может, в чем-то другом стоило бы постараться. Ну, выкристаллизовывается вот в индустрии такой сегмент, так сказать, в первую очередь действительно людей, которые могут делать большие блокбастеры. И, так сказать, у меня это вызывает веру в завтрашний день российского кино. Вот последние, так сказать, эти релизы, просто последние премьеры меня в этом уже окончательно убедили. Я вот теперь в этой парадигме существую. До тех пор, пока ее что-то не опровергнет, я буду надеяться, что у коммерческого кино есть светлое будущее в России. Вот даже в той непростой экономической ситуации, в которой сейчас все находятся. Грядет в ближайшее время, кстати, притяжение, большой фильм Бондарчука, в который он вложил огромное количество сил, времени, технологий. Это, ну, правда, поверьте, глобальные, так сказать, какие-то усилия. И Федор Сергеевич просто сделал, по-моему, шедевр. Посмотрим, так сказать, как будет воспринимать зритель, потому что его оценка важнее любой оценки людей из индустрии, безусловно. Но вот очень рассчитываю, что это тоже, так сказать, в линейку больших прокатных релизов встающая картина. Это тоже должно быть очередное достижение наше, и творческое, и кассовое.